Положение модели относительно наблюдателя называется ориентацией модели. Для изменения ориентации модели в Компас 3D можно воспользоваться командой поворота модели. Часто требуется такая ориентация, при которой одна из плоскостей проекции параллельна плоскости экрана. В этом случае изображение модели соответствует ее изображению на чертеже в стандартной проекции, например, на виде сверху или слева. Такую ориентацию трудно получить, поворачивая модель мышью. В этом случае для изменения ориентации можно пользоваться предусмотренным системой списком названий ориентаций. На панели «Вид» расположена кнопка «Ориентация». Нажатие на стрелку рядом с этой кнопкой вызывает меню с перечнем стандартных названий ориентаций. Сверху, снизу, слева, справа, спереди, сзади. Изометрия XYZ, изометрия YZX, изометрия ZXY, диметрия. Каждая из них соответствует направлению взгляда наблюдателя на модель. Выберите из этого меню команду, соответствующую нужной ориентации. Модель в окне повернется так, чтобы ее положение соответствовало указанному направлению взгляда. При работе в Компас 3D доступно несколько типов отображения модели. Чтобы установить тип отображения, выберите его название в меню «Вид», «Отображение» или нажмите соответствующую кнопку на панели «Вид». Каркас. Совокупность всех ребер и линий очерка модели. Без невидимых линий. Совокупность видимых при текущей ориентации модели ребер. Видимых частей ребер и линий очерка модели. Невидимые линии тонкие. Невидимые ребра и части ребер отображаются отличающимися от видимых линий. Более светлым цветом. Полутоновое отображение. Отображается поверхность модели. Учитываются оптические свойства ее поверхности, цвет, блеск, диффузия и т.д. Полутоновое отображение с каркасом. Объединение полутонового отображения и отображение без невидимых линий. На экране одновременно показывается поверхность модели с учетом заданных оптических свойств и видимые, при текущей ориентации модели, ребра, видимые части ребер и линии очерка модели. Каким бы ни был тип отображения, он не оказывает влияния на свойства модели. Например, при выборе каркасного отображения модель остается сплошной и твердотелой, а не превращается в набор проволочных ребер. Просто ее поверхность и материал не показываются на экране. Любой оптический прибор, например, глаз человека или фотоаппарат, воспринимает изображение предметов, протяженных вдоль его оси, с искажением, иначе говоря, в перспективе. Перспективу иногда требуется учитывать для получения реалистичного изображения трехмерной модели. В Компас 3D предусмотрено отображение модели в перспективной проекции. Для получения отображения модели с учетом перспективы вызовите команду «Вид», «Отображение», «Перспектива». Кнопка для вызова этой команды расположена на панели «Вид». Чтобы отключить отображение модели перспективной проекции, отожмите кнопку «Перспектива» или повторно вызовите команду «Вид», «Отображение», «Перспектива». С перспективной проекцией можно сочетать все типы отображения, перечисленные в данном уроке.